Урок 19. Задача первая. На бисектрисе угла В свята точка С, а на сторонах этого угла точки Д и Е, такие, что угол ДСБ равен углу БСЕ. Надо сравнить БД и БЕ. Давайте рассмотрим треугольники БДС и БЕС. Равные углы, уже отмеченные на рисунке. По условию задачи БС – это бисектриса, значит, будут равны вот эти углы, угол СБД и СБЕ. И сторона БС в этих треугольниках общая. Значит, эти треугольники будут равны по второму признаку, по стороне и двум прилежащим к ней углам. А если они равны, значит, будут равны БД и БЕ, так как это соответственные стороны в равных треугольниках. Задача вторая. Верно ли утверждение? В равных остроугольных треугольниках высоты, проведенные к, соответственно, равным сторонам, равны. Давайте рассмотрим два равных треугольника АВС и А1Б1С1. Проведем высоты БД и Б1Д1. Теперь давайте рассмотрим треугольники АВД и А1Б1Д1. Отметим равные элементы. Значит, угол А равен углу А1, так как эти треугольники равны по условию. АВ и А1Б1 имеют одну и ту же длину. БД и Б1Д1 – это высоты. Значит, вот этот угол будет прямым. Два равных угла есть. Значит, если два угла равны, то и третьи углы тоже будут равны. То есть угол АВД равен углу А1Б1Д1. Значит, эти треугольники равны по второму признаку, по стороне и двум прилежащим к ней углам. Значит, высоты БД и Б1Д1 равны. Утверждение верно. Задача третья. Прямая, не перпендикулярная к бисектрисе угла В пересекает стороны угла в точках С и Д. Является ли треугольник ВСД равнобедренным с основанием С и Д. Допустим, является равнобедренным с основанием С и Д. Так как проведена бисектриса, а бисектриса делит угол на два равных, бисектриса, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, является медианой и высотой. То есть вот эти углы должны быть прямыми. А по условию задачи не перпендикулярно к бисектрисе угла. Значит, треугольник ВСД не является равнобедренным с основанием С и Д. Задача четвертая. На стороне АС, как на основании, построены по одну сторону от нее два равнобедренных треугольника АВС и АНС. Верно ли утверждение, что прямая ВН пересекает сторону АС и делит ее в отношении один к двум. Так как треугольники АВС и АНС равнобедренные, давайте отметим равные стороны боковые АВ и ВС равны. Кроме того, АН и НС – это боковые стороны второго равнобедренного треугольника равны. Углы при основании равнобедренного треугольника тоже равны. Значит, будут равны углы и одного равнобедренного треугольника, и другого равнобедренного треугольника. Углы будут равны. Значит, будут равны и углы, которые являются разностью этих углов. То есть угол НАВ равен углу НСВ. треугольники АНВ и СВН равны по первому признаку, по двум сторонам и углу между ними. Значит, вот это их общая сторона НВ, и она является бисектрисой. Бисектриса, потому что вот эти углы будут равны. А бисектриса, проведенная к основанию равнобедренного треугольника, является медианой и высотой. То есть она делит основание на два равных отрезка. АО и ОС. Эти отрезки равны. Вот в таком отношении прямая БН не делит сторону АС. Значит, это утверждение неверно, потому что отрезки АО и ОС равны. Задача пятая. Верно ли утверждение? В равнобедренном треугольнике все углы равны. Это утверждение неверно. В равнобедренном треугольнике равны боковые стороны и углы при основании. А третий угол может быть острым, может быть прямым, может быть тупым. Все углы в треугольнике равны, если этот треугольник равносторонний. А если это равнобедренный, то мы можем утверждать только то, что углы при основании равны. Значит, данное утверждение неверно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...